Всем привет! Сегодня мы прогуливались по парку и обнаружили вот такой парк внутри парка, у которого есть довольно оригинальный вход, и давайте же пройдем в него и посмотрим, что он из себя представляет. Первое, что бросается в глаза при входе в этот парк, так это то, что на территории выставлено довольно большое количество разнообразных декораций, выполненных из дерева. Здесь вам и фигурки, и различные домики, а также миниатюрные бесплатные библиотеки, которые также выполнены из дерева. К большому плюсу этого места можно выделить тень, которая покрывает всю территорию этого мини-парка. В этой тени можно с удовольствием провести время, наслаждаясь видами и приятной прохладой, создаваемой тенью деревьев. Часть декора этого парка составляют деревянные домики, которые раскрашены в разные цвета. К сожалению, эти домики в данный момент не имеют практического применения, они все закрыты на замок. Как и во многих местах, которые мы уже показывали, здесь также есть краник с водой. Такие краники не раз пригождались нам во время различных прогулок. КОНЕЦ В таком парке удобно не только проводить время за прочтением книг и наслаждением природой, но также здесь можно приятно провести время, используя какой-либо гаджет, так как под такими столами есть розетка 220, что позволяет зарядить ноутбук или же какое-либо мобильное устройство. Также наклейка на столе указывает на то, что в этом парке есть бесплатный Wi-Fi, воспользоваться которым можно без особого труда. КОНЕЦ А это, судя по всему, большой читальный зал, так как в этом здании стоит большой стол и множество стульев. Но, к сожалению, в данный момент оно закрыто, нам туда не попасть. КОНЕЦ Недалеко от центра этого парка есть вот такой вот скворечник. Давайте заберемся и посмотрим, что с него можно увидеть. Это довольно необычное место, с которого открывается вид на огороженную территорию, очень напоминающую сад и также на сам парк в парке и на территорию, которая есть вокруг этого мини-парка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помимо тех деревянных домиков, что мы уже видели, в этом парке сделали вот такую вот берлогу, похожую на дом Хоббита из одноименного фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проведя время здесь, я обратил внимание на то, что здесь тихо. Придя сюда, здесь можно насладиться тишиной и пением птиц. Видимо, сказывается то, что этот парк находится в более большом парке, что обеспечивает ему удаленность от проезжих частей и неплохую шумоизоляцию, роль которой выполняют деревья за пределами этой территории. А как вам такой парк? Поделитесь своим мнением в комментариях. Как по мне, он довольно интересный, к тому же он абсолютно бесплатный. Также не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал. Ну а на этом я буду заканчивать. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok